Байден опять споткнулся на тропе самолета Как радуется Ему надо специально каждый раз спотыкаться Чтобы эта вата Так она кайфовала Жуть еще у них в башке США намерены восстановить санкции Против госпредприятия Беларуси Удивлен Столько времени Незаконный диктатор Абсолютный правит А Соединенные Штаты Которые включали уже всякие разные санкции И до сих пор еще Против предприятий их не включили Очень странно В Пентагоне заявили, что США беспокоен Последними событиями на востоке Украины Но Путин согнал войска К границе Я так понимаю, что это Необходимо ему Для переговора с Байденом С Байденом 22 числа Будет там встреча Поедет Путин или не поедет Я не знаю Вполне допускаю, что он будет по видеосвязи А может быть он решил поехать Поэтому его и укололи Это тоже важно Что ему сделали прививку Для того, чтобы он туда поехал И не боялся заразиться Как раз все сейчас Вовремя сделали То есть, наверное, он спланировал туда ехать Ну или ему Сыдзенпин приказал Быстро прививку И метнулся Поедешь там Байдена пугать Да Поэтому Я думаю, что вот Такой вариант запугивания До 22 числа Я уверен Что бы там ни говорили Он никуда не нападет Ни на какую Украину Потому что это просто элемент запугивания Совершенно очевидно Власть США считает Китай Ведущим правонарушителем За переход к экономике За подход к экономике и торговле Ведущий мировой правонарушитель И так далее И так далее Определяемый государством Подход Китай к экономике и торговле Делает его ведущим мировым правонарушителем В деле создания внешнеэкономических возможностей О чем свидетельствует Серьезная и сохранившая ситуация С избытком мощностей В ряде отраслей промышленности Включая в частности Металлургическую алюминию И так далее Но в Китае Госкапитализм И При этом фашистский режим Такое часто бывает Поэтому все сверху Управляется Конечно Китай действует В соответствии с произволом своих властей А не в соответствии с законами Какими-то даже международными Байден представил план модернизации Инфраструктуры Развития рынка труда США Очень неплохо Что он это сделал Вообще он Как-то это Очень активничает Вот с этими Даже Прививками То есть он Обещал за 100 дней 100 миллионов Прививок А сделали за 50 100 миллионов И он Дал команду удвоить Ну как команду Понятно что он не может Прямую дать команду Но Государство там Взаимодействует А здесь Действительно Пришла сейчас Пара модернизации Она пришла давно Она пришла Еще в 2007 году Как минимум Да Лучше в 2000 То есть нужно было Двигать То же самое Что двигал Рейган Регономику То есть Не брать налоги В тот момент Когда люди Меняют Одни средства Производства На другие Да То есть это очень важно Три года прошло Можно выкинуть Да И купить что-то Без налогов Новое Да Поэтому Модернизация В любом случае Нужна Соединенным Штатам Для того чтобы Особенно роботизация Для того чтобы Ускорить Экономику То есть Все нужно роботизировать Абсолютно От Китая США По радиоботизации Отстают Раз В США Меньше роботов Чем в Китае Значит Производительность Труда будет Гораздо меньше Вы понимаете Во что это Может вылиться Вальцев знаком И ватники В один голос Твердят Что Путину Замены нет Если будет другой У нас На нас нападет Украина Где они услышали Это бред Видимо Была передача Ну наверное А как же Они могут Еще узнать А еще Китаю Замены Нет Китай Если не спасет Россию То НАТО Зайдет А что вы Это еще Услышите И это еще Расскажем По полной Программе Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует